ну бабушка заболела у нее поднялась температура вот держалась 3 дня мама моя вызвала ее дочь вызвала скорую вот приехал терапевт сначала вот ну там всякие процедуры есть сделала потом у нее взяли анализ на коронавирус вот потом это уже прошло еще дня три-четыре я стал в обед и в обед опять вызвали спору там сделали укол у меня не было я была на работе потом пришла с работы в 5 наверное в 6-8 я позвонила маме я говорю мам что там бабушка она говорит в 6 я ходила спит в 7 ходила спит я говорю это я говорю иди сейчас еще посмотреть и что мне позвонишь ну в общем она пошла перезадили быстрее беги бабушке что плохо она чуть не разговаривает глаза стеклянные я прибежала мы недалеко тут живем через дорогу вот бабушка лежит у него так вот она повидать машинсульт она даже не могла говорить бабуль ты меня обижала вот так вот не могла даже говорить я паникерша потому что я маму также недавно спасала я вызвала мгновенно сразу скорую вот сначала нашу медсестру вызвала вот она ее послушала сказал что двухсторонняя пневмония и наверное инсульт или микро инсульт у нее наверно потому что язык у нее не ворочится вот я вызвала скорую скорую не хотела ее забирать я начала конечно орать ругаться она тяжелая мы ее не будем брать в общем я говорю сейчас я буду звонить куда надо ее сразу возьмите ну мы ее погрузили вот скорую всю вот повезли ее с ее сыном повезли я села тут на скорую с сыном на машине привезли ее туда ну чуть не доезжая приемного покоя бабушки там прямо в машине у нее все посинело губы посинели все у нее посинело я думаю она я думаю бабуль ты че хочешь я думаю она хочет гливануть вот она губы все у нее посинели я не постучала в скорую она конечно сестра все среагирует быстрее укол все сделают ничего мы ее туда завезли сделали рентген все и они нам сказали что они ее подняли в реанимацию больше мы ничего не знаем все на следующий день мы утром поехали все че нужно а вышел к нам Юлия Викторовна Герасимова она там заведующая этой рентгенционным отделением вышла сказала что у вашей бабушки не жилец у нее нет легких так и так я говорю ну у нас хоть шанс есть она говорит ну шансы есть всегда надейтесь мы типа ну понятно все мы уехали на следующий день мы опять туда поехали все че надо че нам надо ну вот сказали она все эти получает все это первый анализ который мы взяли у нее дома пришел отрицательный на коронавирус первый у нее пришел отрицательный вот ну и все потом это какой-то 19 мы ее положили умерла на 22 в 6 часов вечера ну и все потом вот мы приезжали позвонили там в полицию сказали что бабушка захотела компот домашний и фруктов ну я бы с рецепт брала целую сумку конечно там шоколад полный всего набрали все ну и она на передачке там в первом покое передала эта женщина она спросила ну че бабушка да тобой просится я говорю ну понятно я ей там записываю целую передайте что мы ее ждем любим вот она кончу и все и все и мы уехали потом опять этот дядя мы ее же не сын бабушки то она на операции то там то там то же самое и она мне то же самое говорила бабушка не жилет 100% нет легких у нее 100% коронавирус вот я говорю ну как сообразить ее первое отрицательное да наверное неправильно взяли и он назад и вот это в общем это и так ну и все и тут мне ну только прям созвонить с мамой и звонит нам сестра это моя двоюродная сестра ее излечка бабушкина и говорит что бабушка умерла в 6 часов вечера ну я конечно в памяти в шоке я прибежала к мамке мы ждали до последнего ждали в 6, в 6, в 7, в 8, в полу 9 я уже звонила туда я говорю девушка как самочувствие Валентина Антона Левченко она сейчас его перезвонилась очень прошло минут 20-30 никто не призвонил я звоню сама звонить спрашиваю девушка мы все рассказали родственникам я говорю каким родственникам и все она бросила трубку в общем там был мамин номер телефона нам не позвонились вообще мы позвонили сестре то что знакомая позвонила сказала что бабушка умерла все нам никто хотя я оставляла мамин номер чтобы все позвонили какие чистоты абсолютно никто не позвонил абсолютно ну все мы поехали на клуб мы на следующий день она умерла в 22 в 6 вечера в 23 с утра в 8 поехали за приемный покой нам отдали документы нас направили в регистратуру регистратуру нас направила 16 терапевту терапевту нас направила к Агишевой к этой зам Агишевой нас направила в морг и все это мы с 8 до 2 мы получали только это справа по смерти в общем и это Татьяна я не помню фамилия которая в морге санитарка работает она вышла к нам в общем начал нам втирать что вот так это это я говорю офигенно что бабушка в закрытом гробу в смысле в закрытом у меня нет короля ну вот сейчас всех я позвонила маме вот я говорю мам бабушка в закрытом гробу она ну куда теперь держаться ну и все в общем она съездит идти за одежду где вы там будете хоронить это мол все я буду скафандр надевать я что буду 50 раз выходить у меня много этих трупов ну и съездили все бабушке купили привезли ей отдали ну и все мы поехали в ритуал все оплатили все услуги все заказали все на следующий день у нас похороны в 2 часа 2 часа дня у нас еще день все а нам ребята я ну они утром приехали копать в могилу я если не так выгодно сам говорит Лен мы возле дома не откроем а возле могилы откроем попрощайтесь я говорю ну все хорошо ну и все ребята привезли ее к дому в закрытом гробу мы на реверис поплакали повезли ее туда на плакбище все в могиле мы пока из автобуса кто из машин кто вылазили я подошла еще дети мои дочки подошли первые потом мне рассказывают мамки что-то не поняли мы промолчали а то про нас еще подумают скажут что-то не товар что я такая подхожу в гробу не крыла а у этой бабы вот так рот чуть-чуть приоткрыт я говорю вы закройте ей рот и смотрю у бабки полный рот зубов и золотые зубы я такая на них смотрю ритуаль что я говорю ребята это не наша бабушка они в смысле не ваша бабушка придут мамечами все подходить все наши сапоги деревенские все на рот я звоню в приемный покой и говорю девушка что нам вот что такое у вас творится вы нам не отдали не то это в общем она просто трубку мы хватаем на машину поехали я дочка моя сестра и сестры и дочки муж мы поехали туда в приемный покой я там начала ради вызвать и мне врача это что такого нам привезли не ту бабушку в общем они нам сказали идти в морг пришла я в морг там а до этого я послала свою сестру и дочку я говорю мало ли что тут приехали ритуальчики с этой бабушкой открывает прибежала санитарка открывать эту дверь и говорит что типа заносите эту бабку мы ее все выгрузим и ваша туда положим я там начал конечно орать как бешеный там орал на нее я говорю не трогай я уже вызвала милицию вызвала милицию милиция приехал сфоткал ее и эта санитарка меня говорит кто писал за меня я она заходите в общем как я была без маски без течмой она так же в одном халате она завела меня по этому коридору в морг это завела и говорит вот что ваша бабка лежит наша лежит вся вся голая на этом на их столе вся вот все и я на нее начал этим как бы бессозна она на меня да иди ты подальше и чтоб твои дети из духа там ужас что творилось мы в шоке вот я даже не знаю вот я думаю как эта ситуация я знаю никто перед нами абсолютно не извинился никто как писал Минздрав перед нами никто не звонил абсолютно никто не писал нам это не принес никто извинения абсолютно на следующий день мы поехали все заново купили а приехала милиция мы в общем они зафиксировали что там была бабушка эту бабушку обратно везли мы поехали опять в ритуал все закупили новую группу новодельку все закупили и вот на следующий день мы ее в 12 привезли уже в открытом гробную нашу бабушку абсолютно был гроб все открытый и возле дома был открытый на кладбище мы захоронили все и во вторник нам пришел ответ что у бабушки второй тест отрицательный у бабушки ковида не было в общем от чего они там лечили и почему она попала в коронавирус не известно вот такие вот дела а куда-нибудь вы кроме полиции обращались прокуратуру может быть мы вот мы только в милицию написали в полицию и больше никуда не обратились вот на точку моя позвонила журналисту вот все и вот вот этим подняли шумиху благодаря вам вот и потом мы нас тогда бабушку открамили на следующий день мы поехали в следственный комитет то есть прокуратуре все-таки вы были они вас направили в следственный комитет а больница перед вам принесла все-таки извинения а вот та вторая бабушка у нее какие-то родственники есть которые вам первые выдали ну вот узнавали она живет ее фамилия Тихона она живет на улице Личурин она живет с сожителем сожитель сказал она мне не нужна есть какая-то племянница мы ключ давали вот на Кваське в ВК я везде писала и дочеря мои писали ну нигде так к нам никто не откликнулся мы тоже уж хотели ну пусть уже в нашем эту башню похоронят как она под номером или как ее будут выронить мы тоже вот этого тоже не знаем а вашу бабушку положили именно в ковидную больницу а у вас никто параллельно с бабушкой никто коронавирусом не заразился получается нет конечно нет конечно второй тест пришел все отрицательный хотя нам Агишева сама мы когда брали справку ну вот это она туда-сюда она будьте уверены у бабушки будет сто процентный результат что у нее ковид а тут пришел отрицательный а уточните Агишева это это зам ЦРБ по-моему заместитель Сергеева по-моему она да в вашей районной больнице да 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 так что если не вы принимаете меры ну пусть у нас там что ну я пойду в нише я вам отвечаю я дойду до Москвы я дойду чтобы это наказали виновных всех абсолютно мне не нужны ни деньги от них ни какие вот эти их вот эти вот раз не попросили вообще можно было подойти или позвонить или приехать наконец в такой ситуации Никто, как Минздрав там написал, выразили, что нам все позвонили, все извинились. Никто, абсолютно никто. Я 10 раз повторю, все у нас скажут, никто не извинился абсолютно, не выразился болезнью абсолютно, не принес свои извинения.